Пойти в народ, чтобы забрать свое. Служба государственных доходов начинает компания среди населения, чтобы побудить жителей платить налоги. Особый упор будет делать на сознание школьников и студентов. ДОДС, ДВМ, АДОДОС. Эта латышская поговорка стала девизом новой социальной компании. В русском варианте, давай богатеешь. Служба госдоходов будет считать ее успешной, если сбор налогов увеличится не менее чем на 5%. Сейчас госказна недополучает примерно пятую часть налогов. Вообще, СГД в последние месяцы идет в народ. Первой нашей инициативой стали инспекции в автосервисах. Там проверка подходит к финальной фазе. Параллельно проверяем зубоврачебные кабинеты. А следующая проверка будет связана с услугами косметологов, массажистов и тому подобное. Помимо целевых проверок, инспекторы надеются поменять отношение общества к уплате налогов. С нового года запустят специальные клипы на латышском и русском языках. Вот один из них. Две семьи, одна налоги платит, другая укрывает. Кто в итоге оказывается в выигрыше? В СГД считают, кто платит. В Минфине говорят, пора развеять миф, будто все налоги идут на содержание госаппарата. Одна треть этих доходов переходит к пенсионерам и в социальную сферу. 11% это образование, наука, культура. Почти 10% это здравоохранение. Почти 6% это идет на нашу безопасность. Это и внутреннюю, и наружную безопасность, то есть оборона и внутренние дела. И только всего меньше 1% идет на госаппарат. Исследование показывает, что и в Латвии теневая экономика постепенно идет на убыль. В 2009-м она составляла почти 40%. В Литве и Эстонии этот показатель был вдвое ниже. В прошлом году в Латвии доля теневой экономики упала до 23%. У соседей она еще ниже — 15%. Литовцы и эстонцы намного больше, чем мы, доверяют правительству. Они больше верят, что правительство работает на благо людей. Решающим оказалось убеждение в том, что налоги идут на благие цели. У латвийцев такая уверенность меньше. Но компания будет направлена и на тех, кому налоги платить еще только предстоит. Эксперты отправятся в школы и вузы Елгово, Лепо и Резекне, Валмиро и Риге, чтобы рассказать, зачем платить налоги.